к сожалению придется менять сегодня свои планы на улице ветер не унимается через какое-то время даже голова начинает болеть так что природный парк ирка мы оставим на обратную дорогу а сейчас поедем уже в сторону дубровника сделаем коротенькую остановку очень интересном городе а может то что мы на ночь останемся посмотрим вот народ тоже уже весь собрался и уехал потому что делать к сожалению здесь при такой погоде ничего сегодня 1 апреля и саня меня уже разыграл ночью сушилось белье и не было закрыта дверца как мы говорим в наш подвал такое большое помещение под кроватью высокая и мы поехали и такой странный какой-то сумма он будет кто-то наверное залез там подвал было открыто открывает и точно вот кошка сидит рыжая я бегу смотреть рыжую кошку у меня никакой кошки конечно там нет вот это просто шумела окошко ну так с первым апреля решили сделать небольшую остановочку над заливом но ветер конечно очень сильный долго мы тут не задержимся в этот залив уже впадает речка кирка который мы посмотрим следующий раз более тщательно чувствуется приближение адриатического побережья заросли цветущего розмарина тут вот видно вдалеке этот городок который мы проехали сожалению там негде даже было припарковаться но вот видно что там сколько яхт на 700 жителей так что место очень такое популярное море рядом оставляем эту ветреную площадку и едем в сторону городка стон очень много здесь оливковых деревьев уже ближе к морю куда не глянешь тут чуть-чуть там чуть-чуть и масло продают ну несмотря на то что дымка и пыль на стеклах потому что ветер все-таки оставляет следы хотела показать что вот южная далмация прям практически наш любимый пелопонез если вот сильно не знать где ты находишься то можно и перепутать приближать приближаемся к морю надо срочно спрятать шоколад холодильник потому что температура в вагончике уже такая под 30 собака чувствует что ее уже привезли на юг начала активно линять так что мы вот все примерно вот так выглядим шерстяные шерстяные вот такие заливные поля мы едем вдоль речки неритва а с другой стороны хотела заснять сады сейчас попробуем и апельсиновые рощи и инжир и оливки абрикосы тоже видела в общем все все что хочешь тут растет на этой благодатной земле вот мы поднялись над долиной речка неритва тесет дальше скоро ее дельта а воды реки активно используются вот сельском хозяйстве видите как здорово смотрятся растительные каналы вокруг садов и вот эта плодородная долина остается внизу так но у нас остановочка мы уже практически возле адриатического моря сейчас нужно переехать на вот этот полуостров перри шатса залив который отделяет его от материковой части в него как раз попадает речка неритва вода в заливе не сильно соленая что он способствует разведению моллюсков поэтому здесь много ферм на той стороне как раз выходит кусочек боснии герцоговины я постараюсь карту загрузить чтобы было видно ну вот мы попробуем через мост на полуостров и дальше уже город стон так но мы в поисках ресторанчиков сегодня понедельник после пасхи поэтому туда куда мы хотели пойти закрыто но в бухте есть и открытые ресторанчики сейчас быстро сориентируемся где получше сегодня у нас рыбный день вот такая симпатичная бухта красивые плавучие домики у нас в качестве вида очень уютненький ресторанчик не дешевый тут дешевых и нет Саня уже почти счастливый сейчас мы его чем-нибудь покормим вот такой вкусненький паштетик помидорки вяленые креветочка такие тостики какие-то еще вкусненькие штучки Саня уже съел с чем-то с овощами да с овощами вот пришли наши закуски креветки в панировке а Саня выбрал крабовый суп насыщенный специфический на мой вкус но приятный с рисом интересный у Сани тунец завернутый в бекон и такой же салатик как у меня был вот фунтику принесли фунтику принесли шикарную тарелочку с мидиями вот и можно они могут пачкаться могут брызгаться все что угодно можно делать вот так что слюнявчик уже шикарный висит так ну что я могу сказать про ракушки самые вкусные все-таки мидии единственное что они почему-то очень маленькие то есть сама ракушка большая а мидии внутри маленькие маленькие ну слюнявчик мне не понадобился но он входит в комплект хотела показать какой он совершенно чистенький беленький как и был сейчас он опять пытается меня обмануть 1 апреля говорит что мы выпили бутылку воды из источника писаравина так проверяем что мы тут пили до места користения и сбора писаравина все точно писаравина десерт нас как обычно в одном экземпляре в одно лицо это у нас шоколадный тортик синоптики обещают что завтра этот ветер все-таки закончится и мы можем показать окрестности вот мы приехали к месту нашей сегодняшней ночевки уютная бухточка свободная у нас парковка сегодня кемпинг к сожалению который рядом открывается только с первого мая вот какой ветер но мы всем запаслись вчера на кемпинге так что можем спокойно здесь ночевать запасы автономности у нас конечно не безграничные но на несколько дней хватает у нас 100 литров воды и на 120 литров бак с отходами с канализацией именно потому что туалетная кассета это отдельная история она с этим не связано вот сейчас покажу покажу вот кран под колесом вот здесь сливается обычная канализация есть специальные места на кемпингах где это разрешено делать а кассета туалетная сливается отдельно тоже в специальных местах ты ее как бы несешь там выливаешь споласкиваешь как бы ничего не видно в трубу вылил и красота для электричества есть там аккумулятор и розетка к нему так что завтра я смогу спокойно и свои полдня поработать потом у нас планах посетить оборонительную стену в городе стон и малый стон ну и посмотреть если удастся на фермы устричные которые здесь очень быстро наступил вечер зажглись огоньки сами пытаются подключить к газ почему-то газ не включается но мы верим что он справится